Знов маски, социальное дистанциование и антисептики. На Гомельшине, как и в целом по Беларуси, уздым захворывания. На острые респираторные инфекции у темлику коронавирус. Медики закликают с людей, берахшись обеи, выкористовывать сродки аховы. Мы с вами находимся в Гомельской областной инфекционной клинической больнице на складе средств индивидуальной защиты. Здесь у нас находятся средства индивидуальной защиты. Это такие, как очки. Вот у нас запас перчатки здесь и там. И вот, если вы посмотрите на ту сторону, у нас большой запас средств индивидуальных защитов, таких, как комбинезоны противочумные. То есть этого нам вполне достаточно. На ближайших три месяца мы полностью укомплектованы. У соседних помешканьях склады с дезинфицирующими растворами и антисептиками. Яны беларуской вытворчасти. Аховные комбинезоны шиуть у Гомелей-мазары. Маски купляются у Китая. У выпадку другой хвали, усе, что требует для беспечной работы медперсоналу и лечения пациентов, тут есть. А кроме сродков Аховы, это семь аппаратов штучной вентиляции легких и 30 кислородных кропок, у тым лику и кислородных концентраторов. Сотрудники нашего учреждения практически не болели этой инфекцией. Внутри больничного инфицирования не было однозначно. По причине того, что они использовали средства индивидуальной защиты, так как это предписано нормативными документами Центра гигиена и эпидемиологии и Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Дарэчэ медперсонал Гомельчны на 99% устраи. И гэта знов жадякуючы тому, что медыки добра усведамляюць рызыки, звязаная с коронавирусам, и носяць маски не только на працовных местах. Дарэчэ пацверджаны и выпадки пауторнага заражэння. Таму люди, які перанесли кавид, могуць захварэць и знов. Зараз перед вакцинацией от грыпу доказано, что люди, які пришапились от яго, на шмат разе и хвараюць на коронавирус. И ашэ, не варта забывать, что коронавирус даёт ускладнение не только на лёгкие, але и на іншые органы и системы организма. Развиваются мелкие тромбозы. Исходя из этого, в каком органе данных тромбозов развивалось больше, значит, будет больше последствий. Но в том числе, как и любая астражеспирторная инфекция, коронавирус может пройти и без каких-либо последствий. То есть всё зависит от того, какая нагрузка вирусную получил организм, какая была реакция и какие были ли сопутствующие патологии у пациента. И вот всё это в общей сложности даёт, скажем так, дальнейшее остаточное явление, те или иные, как восстанавливается организм после перенесённой коронавирусной инфекции. До приёма пациента с коронавирусом готовы четыре гомельские больницы. Первая, другая – инфекционная и туберкулёзная. У регионе мается амальпау тысячи аппаратов штучной вентиляции лёгких. Извыш 1700 кислородных кропак. Пакуль же медики просить грамадзян берах чысь сябе и радзей наведывать массовые мероприемствы. Прытрымливаться социального дистанциавання и знов узять за правила ношения масок. Зараз колькасть хворых на коронавирус на гомельшине прикладна 45% от пикового узровню, який был у регионе на проканцы мая, початку червеня. Марина Северьянова, Миколай Скинсиян, Валера Гапанько, Телерадо и компания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова